Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сделано в Вятке. Сделано в Вятке наша историческая программа с нового эфира. Добрый день, у микрофона Владимир Сметалин. Я напомню, что имя, название Вятка мы вам предлагаем принимать и трактовать не буквально, то есть не название нашего города, а некое такое культурно-историческое явление. Вятка. Все мы вятские, да? Вятский, Николай Голиков. Еще раз добрый день. Еще раз добрый день. Вятский горожанин Питунин. Вятский горожанин Питунин. Даже значок есть. Премия наша, напомню, существует такая. Вятский горожанин, да. Евгений Питунин, историк, краевед, руководитель Музея инженерных наук ВятГУ, президент Вятского ретроклуба. Сегодня мы решили продолжить тему, начатую с Евгением Альбертовичем две недели назад. Мы говорили о советских меломанах, о том, что, как, на чем. По чем. По чем. Слушали жители города много десятилетий назад. Мы и там прошлись по 50-м, и по 60-м, и по 70-м, и позже, годам 20-го века. Давайте сразу скажем, что у нас сегодня экспонат такой необычный присутствует в студии. Евгений Альбертович принес штукенцию, выпущенную... В 60-м году. Боже мой. Мне два года было. Ну, 57 лет назад. А мне был один. В общем, сегодня мы будем... Не работает до сих пор. В общем, сегодня мы будем ностальгировать. Чего здесь не работает, да. В общем, мы сегодня будем ностальгировать, ну так и результативно ностальгировать. И хотим освежить у вас какие-то воспоминания наши слушатели, если вы неравнодушны были к этой теме и стремились, искали, слушать что-то новое, необычное, не то, что традиционно представлялось, да. В нашем городе, да и вообще в стране в целом. Несколько слов, Евгений Альбертович, про аппарат. А сейчас к катушечникам. Дойдем. Дойдем. Ну, я открою тайну, что мы будем говорить о магнитофонах. Вот в той передаче очень жалею, что не хватило времени, пришлось там под конец штрихами пройтись, провинил про пластин, и напомню, было. Вот, если мы вернемся в 50-е, то одна субкультура, это подпольная пластин и на ребрах, пластин, которые упали с рук, там привозили из-за границы, а вторая часть субкультуры, ну, она началась, наверное, в 60-е, это были магнитофоны и магнитная запись. Вот об этом сегодня хотелось бы вспомнить. Давайте. Первые магнитофоны появились, конечно, еще в 30-е годы. Вот, писали они на проволы, ленту не изобрели. Вот была даже говорящая бумага в России, такой аппарат. Говорящая бумага, давайте поподробнее. Да, бумага, на магничная бумага, лента шла. Но это больше были либо игрушки, либо аппараты для спецслужб. Вот даже в фильме про Штирлица был показан аппарата, где Абвер прослушивал вот и чего-то. Но это были огромные машины, занимающие целый угол. Вот у нас они тоже появились на ряд. Но, скорее всего, это было где-то... Появились у кого? В КГБ. В КГБ. Где-то в радиоузлах. Вот первые МЭЗы, первые МАГи. Это были огромные неподъемные магнитофоны, которые могли дать представление о магнитной записи. Их-то технически, их они в целях использовались. Пользоваться ими, видимо, было очень непросто и очень как-то так... Да-да-да. Но народ хотел знать, что это такое. Поэтому вот мы подойдем сейчас моему аппарату. Что же такое магнитная запись? Везде выходили статьи, что это хорошо, это звук. Но реально никто не видел. А стоила аппаратура немало. Поэтому где-то вот в конце 50-х появились первые доступные для многих организаций профессиональные аппараты. Это типа тембр и прочие огромные и малоиспользуемые... А для народа выпускали попроще. В том числе это и магнитофонная приставка. Вот одну я принес, называется «Волна». Сделана она в 60-м году. Выпускалась раньше это такое треугольное по форме устройство. Две катушки с магнитной лентой по 100 метров. У нее даже нет своего мотора, их-то функции усиления. Она ставилась на диск проигрывателя. Диск крутился. Там, соответственно, отверстие соответствующего диаметра. Вот это мой один хороший приятель. Он еще будучи школьником. Ему отец убил за 100 рублей в Ирове в эмиссионном магазине. Но это было уже в 80-е годы. На самом же деле аппарат работает. Представьте, ему почти 60 лет. Это я включил, поставил на радиолу. И вот лента, которая рабочим слоем наружу. Там дец и тонень, и голос такой бодро рапортует. Сегодня, 1 сентября 1964 года, я первый раз пошел в школу. Вот я думаю, вот этот человек. А то он сейчас загадка. А то он вятка, где он, и кем он стал, который записал. Может, он нас услышит. То есть, предположительно, за 7 лет до этого приставка «Волна». Знаешь, очень многие люди в 1 сентября 1964 года могли это где-то записать. Но, тем не менее, такую семейную религию, помнят многие, удивляло технику. И телевизоры были не у всех, КВН, и, в принципе, другие музыкальные устройства. А с помощью этого аппарата записывать-то можно? А это была просто игрушка. У нее даже скорость была не определена. То есть, позже скорости стали фиксированы. Это 9 метров в секунду, 19 метров в секунду. А здесь диск проигрывается. 38 еще было метров в секунду. Параллельно с этим появились первые гибриды проигрывателя и магнитофона. Вот у меня в музее есть, я спас из подвала, там чуть не погиб, очень редкий эспонат. Называется «Яуза». Просто «Яуза» без цифр. Это солидного размера чемодан, где имеется проигрыватель. Или тут же вот встроенная подобная приставка. Лента заправляется под диск проигрыватель. Он же выполняет роль махови. А это уже более солидные машины были. Два в одном. А сколько стоило? Стоило рублей. С месячную зарплату-то однозначно стоило. О ценах тоже мы сейчас поговорим. Но это было очень редко недоступно. Это самые продвинутые люди собирали. А эта «Яуза» была извлечена из подвала в магазине на углу Ленина «Милицейс». Старая Сталин подвал прорвало был эпито. Вот я притащил. Была у меня выставка в музее Грина. Я включил работу. Лет 55 этому аппарату тогда было. И мне всю ночь пришлось там интересный чемодан. Лента. Ой, крокодиловой кожей. Ну, кожа, конечно, молодого дерматина, но под крокодилов. Поэтому я ничем не брал ни ПВА, ничего. Вот я всю ночь феном клеил. Но я с утра этот аппарат выставил. Имел он успех. А первые доступные аппараты, которые представляли интерес для меломанов, появились в 1963 году. Самый первый был, наверное, «Чай». Аппарат доступный стоил он 132 рубля. Это месячная зарплата. Довольно примитивное устройство. Вот меня всегда удивляли эти цены в советское время. Мы еще дойдем до цены, это разве цены? Либо зубы на полку кладешь на месяц. Нет, ну, во-первых, была хорошая нормальная кредитная система. Не забывай, это было очень просто. Ты просто приходишь в магазин, оформляешь кредит, идешь на работу, тебе дают бухгалтерии справку. Кредит или рассрочка? Тебя вычитают там 20 рублей. Кредит или рассрочку. Кредит сразу же. Почему? С процентами тоже были кредиты. Вполне нормальные кредиты были. И доступные. То есть я почти всю свою технику покупал, использовать то, что покупал в магазинах. Покупал, использовать такую схему. Вычитают тебя там рублей 10 в месяц. Нормально. Насколько были востребованы эти первые аппараты? Вот я замечу, что очень востребованы, потому что появление первых доступных в быту магнитофонов, оно совпало именно с появлением первой, как бы, попозже назвали андеграундной музыки. Появились и это подпольные певцы, типа Галича, позднее Аркадия Северного появился. Что позднее назвали русским шансоном, хотя это было другое, это было, ну, я бы не назвал это какой-то блатной песней, но то, что не вписывалось в рамки Союза Советских Ампозиторов. И появился джаз, ну, он был уже, появился анролл, вот, наверное, уже ближе к этому. И стала возможность, появилось записывать что-то музыку, которой не было. Я напомню, что не было ни одной музыкальной радиостанции. Нас с утра до вечера пичали одними и теми же Абзоном Зеиной, там, ну, лучше Майя Ристалинская, совсем хорошо Шульженко. Вот, ну, а что-то послушать. Поэтому магнитофоны, они сразу сметались, было не купить. Был магазин «Мелодия», он и сейчас, рургименты от него остались. И там продавали, я спросил, а что 50-е, дом построил. И 50-х магазин был сразу «Гармонии», «Баяны», «Мандолины», «Пианино», «Радиоприемник». Ну, тогда это всё ещё и выпускалось. Магнитофоны сразу сметали. А потом стали делать это отличное качество. Вот у меня есть музей-аппарат, называется он «Мелодия МГ-57», 57-го года. Это наша опия-аппарата «Грюндик». Это реверсивный аппарат. Я уточню, что у нас сейчас речь идёт о тушечных магнитофонах. Лене Неста воспринимает магнитофон с сетой. Мы о них попозже поговорим, если может, Даша, и в следующей передаче. Ну, катушечники, они в то время существовали ещё и с пластинками, да, с проигрывателями какое-то время. Да, это параллельно. То есть у многих меломанов была своя, значит, пол с записью с катушками и свой стеллаж с пластинками. А, собственно, мы в прошлой передаче говорили о тех исполнителях, которые выпускались на пластинках. Те же самые на плёнке, что ли, выходили? Конечно, то, что писали на ребрах, там, Элвиса Пресли и прочее, можно было вполне цивилизованно записать. Конечно, качество было, дай бог, там, лучшего. Я вот помню, сейчас вот я ещё дойду чуть-чуть, вот это вот я упомянул мелодию МГ-56, это была опия немецкого Грюндия. А в 57-м году в Германии Грюндик стоил столь, что соль афальсваген жук. Вот представьте цену. А у нас вот, ну, это, конечно, были солидные аппараты. Такая мелодия была в сельхозинституте, ещё не академии. У неё был длинный путь, в итоге она у меня в музее появилась, спасена буквально из сара, где она гибла. Вот, и народ стал купать магнитофон, и образовалась целая-целая-целая такая у нас, ну скажем, магнитофонная культура, диаспора людей, которые владели. Это уже было вот... Это молодёжь в основном была, или вполне взрослые такие люди? Это молодёжь, потому что вот магнитофон заменял компьютер. Это было оно в мир, потому что ни теле, ни радио не давали представления, в частности, музыки, а магнитофон. Ну, там, может быть, новостями иметь, а голосами интересовались меньше, потому что даже по тем же голосам слушали вражьи передачи. Вот появилась возможность писать музыкальные новин, и поэтому человек с магнитофоном, он имел оно в мир... Как записывалось? Ой, это был целый процесс. Представляете, аппарат в среднем весил ламповый магнитофон, тушечный, весил он где-то за 20 килограмм. 23, там, 29 порой было. И поэтому, если в школе собирались что-то записать, а записывали магнитофон, подключался к другому магнитофону, и вот сколько 45 минут, к примеру, или полчаса, одна сторона туш или мобильный звучит, это ровно столь же надо было сидеть и записывать, потом переворачивать, протирать спиртиком или, ну, алоном, это совсем уже примитивно, голов записывающий все. И вот поэтому мы ходили, я жил напротив сельхозинститута, приятель жил за спорттоварами в деревянном доме, выходили мы с магнитофоном, я несу 50, даже сколько метров 30, все, выдохся, поставил на асфальт, он взял, подобрал, пронес там чуть-чуть, основа, и вот приходили. А однажды, я уже позднее жил в доме на Октябрьском, на углу Сваровска, вот, у меня сосед все музыку. И я слушаю, ага, хорошие вещи, слушай, ты, у меня что-то есть, и вот эти, это надо из подъезда выходить, тащить, и все. И у нас была идея просверлить в тене дырку, просунуть шнур из квартиры в квартиру. Ну это еще хорошо, Жень, ты говоришь, про шнуры, когда с радио писали, многие радиоприемники просто не имели входа. Микрофоном писали. Писали с микрофона, то есть вот еще микрофончик, да, такой уточка, помнишь, такой был, пластмассный. Да-да-да. То есть мало того, что прием, глушилось же все довольно-таки сильно, то есть надо было куда-то подальше от города, подальше от города радиоприемник ставишь, к нему вот этот микрофончик, к нему этот огромный магнитофончик, качество безумно плохое, но все слышно, все слышно. Иногда и подпевали там что-нибудь такое, поет, микрофончик. А микрофон включится, записывается. Ну это больше дети и баловались, солидные люди. Вот мне, например, очень повезло, потому что у меня был магнитофон Айдес. Стали покупать Айдес, который 9 образовался. Раньше были, особенно Вильнюс, первые были Гинтерас, потом они отначали спались, потом Гинтерас. У них была скорость 19, и это очень нерационально. А 19-й скорости вернулись уже в эпоху Олимпов, описали на 9-й. На сторону одной катушки магнитофонная влазила пластин с двух сторон, то есть 40-45 минут звучания. Повыгоднее. Я помню этот великолепный запах, вот когда, не поверите эту пленку, она рвалась, она была ацетатной, ее клейли уксусом. То есть магнитофоны всегда, они пахли уксусом, причем там был запах этой ферритовой ленты, запах уксуса, запах машинного масла, которым смазывались все эти крутящиеся ленты. Зачастую еще одеколоны, о которых головочки чистили. Запах этих самых горячих ламп, которые безумно грелись в аппаратах. И все это создавало, что я до сих пор вспоминаю, наверное, если бы сейчас одеколон делали, он бы у бывших тенейджеров пользовался огромным спросом. Ностальгический одеколон. У меня был Айдес, а потом родительница, она преподавала иностранный язык и в сельхозинститут. Ей выдали служебный магнитофон очень хорошего класса. Это Яуза 5, это уже две скорости, два динамика, скорости 9-я и 19-я. А я в 5-м, в 6-м классе, я от микрофона оторвал шнур, я умел, спаял штыри были в палец длиной. И у меня была студия, то есть не надо было носить. И вот я на это дело подсел, я узнал тогда всех исполнителей. Я целый, каждый день я носил из школы раздувшийся портфель от всех от ушек. Поэтому мне давали перепиши нам-нам-нам. Все это было бесплатно, хотя многие брали деньги за записи, особенно с пластинок. А вот таких умельцев-то было в городе, которые оказали услуги перезаписать? Квартиры, где вот люди упали пластин и по 50-70 рублей, надо было упить у францовщиков. И поэтому записи аж до 5 рублей, ну я не помню, ну 3 рубля-полтора там за запись диска. И были целые явочные квартиры, куда люди приходили со своими магнитофонами, проигрыватели цепляли по 6, даже по 8 магнитофонов. Разветвление такое. Сидели в такой маленькой хрущевской, ну я адреса знаю, не буду сейчас. Люди, если слышат, они вспомнят и поймут, у кого. Так это много, да, на квартире бывало. Записывали, поэтому, да. 6 магнитофонов не было. Круглосуточно шла эта процедура. Три включали в цепочку, да. Еще самое-то интересное, что молча нельзя было записывать, надо было слушать хотя бы тихонько. Если там дома находились родственники, то это весьма напрягало. Ну я уже тихонечко, у меня днем, слава богу, никого. Вот я записывал, и у меня дома была по тем временам фонотека. А, еще пленка была дефицит, это надо было еще попытаться найти. Да, кстати, чистая пленка продавалась. Она-то и робочек квадратная, у них катушки. Она была трех типов. Это Славич. Я уже перейду. Вот второй тип, он рвался. Шестой тип, он тоже был ацетатный. А потом была лента на лавсановой основе. Она была тоньше, не запиливала головку. Это был уже десятый тип. И потом дальше развитие пошло. Была Славич, Свема и Тасма. Тасма, это была самая плохая, она осыпалась практически сразу. Но эти же брали там фотопленку, да? А Свема и Славич, она вот у меня до сих пор лентам есть по 25 лет. Я слушаю, но даже не очень часто протираю голов и у Олимпа, потому что вот еще вполне приемлема лента. Хотя я знаю, что критически относятся. Ну, западные, конечно, разные. Басфы и Акфы ленты писали несравненно лучше. Вот, и поэтому люди... Это писалось, потом это все перезаписывалось, да, когда уже послушал. Была первая запись, вот самая ценная. Это считалось, когда перед записью слышен шорох запиленный пластин. То есть специально сначала включался магнитофон, а потом опускалась иголочка, чтобы сипочек вот этот пошел. Да, вначале магнитофон, клавиша. У меня вот дома я слушал тихонечко в наушниках, не в таких вот, а были пластмассовые от детского конструктора радионаушники. И я мог слушать, но Хрущев комнаты смежные, а ночью невозможно, потому что убивало родителей в соседней комнате вот эти клавиши. Поэтому вот хорошее отчество это слышно о пластин. Уж плохое там и слов-то не разобрать там. Да вообще непонятно, там битлы это либо Riddens, либо там с трудом. Но тем не менее вот записывали, Даже на робках писали первая запись с пластин, а позднее писали, откуда на чего, from electronic ATA1003, то есть про те части лимпа, до electronic ATA1001. А еще возникла такая тенденция, девушки, они оформляли и эти альбомы свои, у них были популярные актеры, певцы, они что-то там рисовали. А меломаны, они вот, например, диск есть, там какой-то, ну, у Битлса, там, Robber Soul, например, и все, ты записал его, и ты рисуешь вот этими же буквами, фломастеры тогда стали появляться, разрисовывались тушки, с ним фотографировались пластин, и это было очень там удачно, если ты успел снять, ты где-то напечатал мутную фотографию тех же Битлов и наклеиваешь на робочку, где написано там свема или таз. Ну, на тех же упомянутых девочек действовало это? Я говорю, действовало на девочек-то, привлечь внимание противоположного пола-то можно было? Помню, специально, я тогда был, это Шизгар, говорят, модный танец, а у меня было записано, и все в школе танцевали, его не было. Вот я один из первых записал на магнитофон, и мне однажды, мартовским вечером, целая делегация девушек из класса там, чтобы послушать. Я помню, поил чаем, слушали ту, а я-то, я им ставил и эту музыку, и эту, ну, девушки, это что-то, они позже прониклись, я вот думаю, что у нас и сейчас, вот, мои одноклассницы, они с удовольствием, если бы мы встретимся через много-много лет после школы, они с удовольствием ту музыку, которая была, они будут, и, а желательно, на том же, на чем тогда и слушали на магнитофоне. Вот я помню, что приезжал первый российский и битломан Оля Васин, такой, из Петербурга, был он на Вят, выступать приезжал, это было 90-е, да? 90-е где-то. Когда-то, и вот попал он ко мне домой, он увидел мою яузу, а многие выбросили на помойку, а у меня работало, и сразу предложили тост, и весь народ, там, вся музыкальная тусовка, чуть не подбрасывали на руках магнитофон, кричали ура, бросали чепчи и воздух и пили за советскую аппаратуру. Вы не поверите, вот мы собирались на Новый год у одного известного писателя, который живет чуть ниже театрал, и у него была большая квартира, но не было музы, и несли мой магнитофон, и мои записи вот там слушали, а обратно возвращались, по-моему, утром следующего дня уже, и на театрал, и гор, и были огромные-огромные. И вот мы с дуру-то на этот магнитофон вместо фанер, и на нем ездили с горы, и хоть бы что, работа работает до сих пор. Универсальность многих советских вещей, она поражает. А кроме этого, еще люди щедро делились музыкой, это сейчас, это вот принято сидеть и слушать для себя, а тогда, не, у меня есть, слушайте все. И поэтому я вот впервые Высоцкого услышал, Лассе в пятом, услышал ИЗО, а на магнитофон на огне сидит, а тогда говорили чувак, свесил ноги с подоконья, с четвертого этажа, и Высоц, и у него поет там про, ой-то появился, и вепрь, а громадный, то ли буйвол, то ли бык, то ли вык, то ли Высоцкий. Вот странно, что Галича, это не очень, Северного, Высоцкого, позднее Волна пошла, 80-е, подпольно писали эмигрантов, вот появился в 83-м из нашего шансона, первый это Новый, в то, как раз Волна была, мой приятель работал во дворце Бросочетания, там была студия, я приносил вот впервые оттуда все. А до этого, вот я со своего лампового, я, например, мы уходили играть в футбол, под балконом была футбольная поляна, у меня удобно было, с третьего этажа я ставил музыку, но что-то повеселее, там, Риденс, либо там, с бабушкой любили, вот, Лед Зеппелин, что-то не очень там, не понимали, там, полчаса могли мяч пинать, вот под мою музыку. А записи, возможно, каких-то местных исполнителей, или, может, подпольные записи на концертах, какие-то тоже пытались сделать? Безусловно, смотри, вот даже, когда мы музицировали в самом детстве, да, то есть у нас был школьный коллектив, у нас был магнитофон, мы что-нибудь разучим, сыграем, запишем, потом оформим красиво, распространим, то есть, конечно, использовали. Пытались как-то пародировать, да? Да, все так делали, оформляли, нормально, конечно, интересно бы сейчас найти, было бы такую запись, было бы очень забавно, но как-то все расстроилось. А это уже вот второй этап, когда появились первые батарейные, магнитофоны батарейные в 70-х, это прежде всего была 20-я Яуза, это Романтик, вначале просто Романтик, потом Романтик-3, потом уже Романтик-304, были там разные орбиты, уже полупрофессиональные, что там еще было, всего я не упомню. Весна, вот отличный магнитофон, это можно мы в летние, они улы, мы играли во дворе, мы уже и вечером в домино, резались, а за этим столик мы играли в благородные игры, типа в Инга, там, или Преферанс, в Покер, и выносил человек этот магнитофон на батарей, батарей, и он жрал неимоверно, там, на полчаса не хватало, но мы слушали, вот я помню этих очень ранних веселых ребят, когда там это твердят друзья со всех сторон, что, мол, девчонок, миллион, а я вот, ну тебя, вот я ознакомился, он где-то записывал, потом эти батареи и садились, магнитофон начинал тянуть, он доставал батарей, колотил их об стол, мял руками, они еще пропустит процесс, химический, химический ускорит процесс. Действительно, вот не зря даже в песне, у Сюткина популярно там было, вот это такое значимое было явление, что без магнитофона ты вообще не человек, там, от холода и ветра, дрожит его спина, порвалась на гитаре, четвертая струна, назло, сломался опять магнитофон, какой-то там несчастный, и что-то еще идет домой пижон, вот сломался магнитофон, это... Ну давайте уже про Аэру, кассет, да, и про магнитофон уже. Не-не-не, ой, это кассет еще нам... Или не дойдем мы. Да кассет нам еще ехать доехать. Хорошо, давайте все-таки прижмемся на небольшую рекламу и вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сделано в ветке. Меломанам посвящается, как говорится, сегодняшняя программа сделана в ветке. Я напомню, что мы в студии находимся вместе с Евгением Питуниным, историком, краеведом, руководителем Музея инженерных наук и АДГУ, президентом Вятского ветроклуба. Николай Голиков тоже здесь. Меня зовут Владимир Сметанин. Ну что, продолжим про эру популярности катушечников. Если кто-то еще не в теме, то речь еще идет о ламповых тушечных магнитофонах. Еще мы топчемся где-то на перепуте от 60-х в 70-е. Это были монофонические магнитофоны без стереозвука, был там ламповый зеленый глаз, такой же на радиоприемниках. Да, запись настраиваешь, надо было, чтобы там не сходились эти границы глаза. Либо была черточка зеленая, все это вот было ламповое. Дышало там лампами и звук был очень хороший. Качество стало аппаратов падать в 70-е годы, когда вот пошли уже первые там мои и популярные кометы в обществе. Да и вообще-то, да, в ту пору статус и рейтинг в школе это сейчас там... Пытались удешевить, что ли? Да, конечно, да, видимо. Вся эта бытовая техника, она стоила не меньше месячной зарплаты, а гораздо больше рублей 200. Самые простые стоили 130, хороший магнитофон 200 рублей, а средняя зарплата была от 100, 200 это было очень дороже. С минимума была 70, средняя была где-то 120, 130 рублей. Вот недавно было пожарных там еще, в конце 70-х была под 80 рублей там зарплата. Поэтому не все могли позволить, а кто-то завидовал, а кто-то пил деньги на магнитофон. Но вот сейчас... Слушайте, а криминальная составляющая была, когда вот украдут что-то такое стоящее? Ну и замучаются тащить его, если украсть. Да нет, крали, крали, конечно. Крали. Другое дело, что все равно это где-то появлялось в поле зрения, и там уже были нормальные разборки без всякой милиции. Был комиссионный магазин, такой вот где-то на углу Орла Маркса и Азина, он еще первый был, вот там огромное было, огромное собрание на продажу магнитофонов и даже импортное. Вот мы ходили на экскурсию, потому что, ну, в ЦУМе, в магазинах-то уж не очень много, и в основном не ходовые модели. Позднее вот мои И-203, они расхватывались, еще будучи едва завезенными, а лежали Аметы, там еще что-то. Вот маленькие, которые совсем маленькие, вот эти же на соточку, сетку, ну, сколько они, сантиметров 20 на 20, от ушечни Лира 206, Амета 206, они игрушка в основном была, они до того были ненадежные, что их уже заводы обратно вынуждены были принимать. Но вот сейчас в школе и меряются, да, там, его гаджет лучше, его там айфон кручает, да, магнитофон, у меня там целая комета ламповая, там, три скорости крутейшие, зато тащить его, у меня Яоза тоже нехило, вот, а Вильма, у меня роли отребежит, не, не, нету, и поэтому трейтинг все, и вот магнитофон, ну, там родители на чего могли упить, я помню, ставили в тупик учительницу на, сейчас общество знания, да, было общество ведения, у нас учил, у нас в СССР нету частной собственности, все, у нас одноклассники, говорит, а вот у меня вот есть магнитофон, он мой собственный, я ему не отдам, я надолго там плела, что это твоя личная собственность, долго выкручивала, а вот если ты будешь получать прибыль, писать на нем там за деньги, он уже станет не личной, а частной собственностью, представляете, да, маразм, степень маразма, и это, как бы, у тебя его отнимут, вот действительно тогда могли, наверное, и за это, но я не помню прецедентов, чтобы там за что-то, хотя неофициально, полуофициально, вот приходили в обкомы, комсомолы, то вот нежелательные музыкальные группы, нежелательные исполнители и наши отечественные, это, чтобы изымали, но это вот уже позже, да, там были подпольные студии записи, о них мы еще дойдем. Много их было? Ой, ну в Кирове немного, но всем хватало, вот, появились уже магнитофоны-транзисторы, они были полегче, дизайн был попроще, вот качество стало падать, вот появилась стереозапись, первые стереомагнитофоны, Юпитер стерео, появились в 75-м году, и впервые их выставили в старом универмаге, там был отдел радиоаппаратуры, тоже по безумной цене, наверное. Писали они плохо, нам говорили, о, я вот обязательно уплю, потому что что там на пластин и деньги тратить, все стерео, а то уж ленты, опять же, не было хорошей, и поэтому вот, а то был передан винилу, они и остались переданы винилу, а до той поры магнитофоны все были очень плохого качества, это второй, третий класс, первый класс, это были страшно дорогие аппараты, или эти там Ростовы и прочее, они стояли в юном технике, даже неисправные по 500 рублей, напомните, где юный техник находился, юный техник находился вначале на Масовской, на Коммуне тогда еще, да, на Коммуне Ленина, потом он был, потом уехал на Некрасово, Суре, не Некрасово, а потом вот на Ленина, на Ленина он же немножко в другом формате, там уже, где-то вот там продавалась, неандиция об этом, тоже чуть попозже, поэтому вот магнитофоны, это писали, все равно все писали, музыку, а где взять, вот например, концерт Высоцкого, или Дис записал, в Париже, там были отличные вещи, у нас их невозможно было, нигде у нас не выпускали, а тогда баллады о детстве, короче, очень велика лепнейшая вещь, слушали, все танцы проходили под магнитофоны обычно, в школе, ну там диджея же не было, пластин и ставить, а это, ВИА приглашали на праздник, и поэтому тащили магнитофоны, тащили эти инаповские колонны, и на аппаратуры ставили, вот были люди продвинутые, которые, да любую у нас была фотогазета, и там, в общем-то, на всех собраниях комсомольских, через эпидиаскоп, показывали рисованное, не фото, рисованные картины, вот слайды, а музыку надо было, тоже подбирали, использовали, везде в радиоузлах, было вот в сельхозинституте огромный радиоузел, стояли тембры, кометы и все, вот до сих пор еще я встречаюсь с директором этого радиоузла, велепный Борис Иванович такой, если он слушает, то большой привет, что он сохранил столь аппаратуры, и умел, и интерес породил, и грамотные отношения, чтобы не бить, не гнобить технику, а правильно вот ее содержать, смазывать, протирать, все это надо было иметь. Я так понимаю, уже, что касается катушечных, магнитофонах, этих бобин, то есть уже таких точек в городе не было, когда можно было прийти, что-то там уникальное купить, ну вот просто вспоминали, сквер, да, в прошлой передаче, как-то уже брали перезаписывать, как-то просили. Явочные квартиры, где проигрыватели записывали, но они-то тоже боялись, что вот разоблачат там, ЭГБ, уже, смотри, во-первых, каждый человек, который занимался винилом, у него был круг клиентов, то есть люди, которые знали, что умер там такой-то, такой-то, купил тот-то диск свеженький, да, тут же идет очередь, надо переписать. Не знаю, я не считаю, что 5 рублей, это было дорого, то есть большинство людей платили по 5, друзья платили по 3, наплатили все равно, потому что если я затратил 80 рублей за пластиночку, да, даже 3 отдашь, а потом на школьных завтраках по 50. Да как-то так все экономилось, придумывали как-то что-то. То есть как таковых вот... Писали, переписывали пластинки на катушке. Да-да-да-да-да-да. То есть как таковых центров вот каких-то не было, но вот были люди, да, которые, ну, занимались визу. Иногда уже запишешь за 3, а потом он проникнется, и что-нибудь, ну, давай на вторую сторону, вот выбирай. Еще что-нибудь, да-да-да-да, ну, Господи, все в конце концов... В общем, не в обиде, не было такого. Не было никаких обидов. И вот мы плавно-плавно подходим, но еще чуть-чуть снемся, что вот, да, перестрой, оперативы и прочее. Тут же появились студии записи. Они моментально выросли, вся вот эта подпольная запись. Прямо вот студии, студии настоящие, с хорошим оборудованием. Вначале они были, и это довольно примитивные, в подвалах, где-то в какой-то общаге, в подвале, трубы вот эти подвальные, мрачные, то есть там ничего. А потом они, видимо, зарабатывали и плодились, и появлялась хорошая аппаратура. Вначале писали на хорошие тушечные магнитофоны на Олимпы. Вот об Олимпах идем вот. В 80-м годах у нас... У нас 3 минуты остается. Ага. Не было хороших магнитофонов. Вышел, нас выпускали в Иеве всего лишь тысячу аппаратов. Это моя 001, и была нехватка. Поэтому Олимпиаде 80 решили сделать магнитофон. Попался в поле зрения наш завод Лепси. И вот с магнитофона Ревос, в общем-то, не опи-автор, разработка в этом... В разработке дизайна участвовал наш Андрей Позняков, дизайнер Ревец. И вот поэтому в 80-е появилось чудо техни и вершина записи это магнитофон Олимп. Вначале была электронная Т1003, и стоила она 1675 рублей. Средняя зарплата 200 рублей. Если сейчас среднюю зарплату взять 20, то вот на наши деньги миллион 675. Представляете, магнитофон? Это сейчас можно хай-энд там хороший купить, много на целую квартиру на миллион, а тогда магнитофон... Тем не менее, люди продавали автомобили даже. Это вот Эпей... Эпей... Это не ржавая Эпей... Это была статусная машина. Вот продавали машины, продавали все, что угодно, чтобы купить. Единственное, что у нас там в Ирове нам везло, было много очень кондиций, плохая сбор, возврат, там упавшие, нерабочие и прочее. И они продавались в том же Юном Технике по 400 рублей. Очереди занимались ночью, стояли до утра. И вот на Олимпе были километровые, очень красивые бобины. Сейчас вот у нас даже студия... Там 19-я скорость. Аналог в университете появилась, где можно прийти послушать. Многие даже не представляют, что такое. Олимпе это был действительно стационарный уже вертикальный магнитофон, где звук был не хуже, чем на пластин, а на хорошей ленте. Вот не поверите, даже лучше, чем с винила звучало. По крайней мере, с Олимпой уже можно было писать, как с винила, без ущерба для качества. Писали на 19-й скорости, вот тогда-то фанате, и лучше ничего не придумали. И в студии записи появились эти Олимпы. Вот можно было записать все, что хотелось и что-то не могло найти. Это сейчас там тебе хочется, взбрело в голову, посмотрел в интернете, нашел и все. И вот на этом, пожалуй, разрабатывали Олимпы. Была четвертая модель, чуть упрощенная, без реверса, то есть играл в одну сторону. Пятая, 05-0, 05-S1, это уже были в теории первоклассники и дотянули до высшего класса. Шестой легендарный Олимп, которого практически никто не видел живьем. Полупрофи 700-е. Были планы, 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 но прогресс шел вперед. Открыли границы, хлынули компакт-диски и сеты с другой стороны, и все упало. И эпоха тушечных магнитофонов закончилась в городе Ирове. На магнитофоне Олимп, я считаю, это был где-то уже конец среди на 90-х, а там уже пошел спад. А сейчас все это возрождается, сейчас люди грамотные, понимающие, снова понимают, ищут Олимп. Есть у нас в Ирове центр технический, где можно упить, где можно ваш Олимп восстановить. Пользуются они спросом. В интернетах сейчас у нас на Авито в Ирове посмотришь, там от 15 тысяч Олимп стоит, да и старые магнитофоны. Вот если у кого-то есть, конечно, не нужны, мало ли, любой магнитофон где-то дома завалялся, буду признателен для музея инженерных наук университета приносите, это дом политпросвета бывший, преображен С-41, можно даже на вахте оставить, буду рад, если записку поставите, напишу из вашей лекции, но это я-то пользуюсь, что еще 30 секунд есть, не удержался. Итак, через две недели мы продолжим наш разговор, я думаю. У нас еще не успели мы о знаменитых осетниках поговорить, о гетто-мластерах, о шарпах, привезенных своим из Афганистана. Давайте продолжим ровно через две недели в нашей студии в это же время, но я думаю, что мы нашим слушателям даем возможность сейчас бы точку поставить, поставить бы катушку и врубить хорошую музыку. А давайте подготовимся к следующему эфиру, поставим. Без проблем шарп принесут. Давайте. Будем слушать. Давайте. Спасибо, Евгений Питунин, Николай Голиков, меня зовут Владимир Сментанин. Прощаемся на этом. На этом, да. Всего доброго, хорошей пятницы. До понедельника. Да, и хорошей пятницы. Удачи. Прекрасных выходных. Сделано в ветке.